Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работают Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня президент и первый заместитель Председателя Совета Директоров Альфа Банка А также экс-руководитель администрации президента РФ Руководитель администрации президента В 1997 и 1998 годах Олег Сысуев Здравствуйте, господин Сысуев Я представила вас в том числе Как экс-руководителя администрации президента Как вы относитесь К определению Лихие 90-е Оно было сформулировано Писателем Михаилом Велером Насколько соответствует Это определение тому, что было в те дни Насколько справедливым Я Мне кажется, что оно Не в полной мере Но все-таки может соответствовать Характеристике того времени И объясняется это тем, что В общем-то Была революция фактически И не было устоявшегося законодательства Был переход общества Из одной формации в другую Причем за очень короткое время И мне кажется, что ничего плохого В том, что эти годы называют Лихими Нет Это вполне себе, как мне кажется Такая объективная Одна из объективных характеристик Того времени Я бы еще назвал это время Время надежд Я бы назвал это время Время очень ярких творческих людей Я бы назвал это время Время Реформ Да Вот наряду с лихостью Все это происходило И надежды И яркие люди И открытость И так далее Вы также назвали этот период Самым счастливым в своей жизни Период 90-х Период, когда вы работали В администрации Борис Ильц Если иметь в виду Меня лично Это был самый Содержательный Запоминающийся И счастливый период В моей жизни И только потому, что я Работал в Москве На высоких позициях Но и потому, что я Был мэром Своего родного города Собственно, где я родился Самары, да Да, в котором я Никогда не ведал И мечтал Быть первым руководителем Да Ну вот Пётр Авин Ваш коллега По Альфа-Банку Написал книгу Время Березовского В котором анализирует Феномен Бориса Абрамовича Вот можно ли На ваш взгляд Назвать 90-е Временем Березовского Или это такое Художественное преувеличение Как вы бы это описали Ну, во-первых Мне не кажется Что Пётр Прямую так ассоциировал 90-е с Березовским Я там даже Был одним из тех Кто анонсировал Эту книгу И написал Что Да Видимо Поэтому Называют А в одном из интервью Там в книге Я не помню Кто-то назвал Березовского Лихим человеком Вот мне кажется Что И это тоже справедливо Но не надо переоценивать Роль Бориса Абрамовича Так сказать В судьбах России И того времени Мне кажется В большей степени Его харизма И он сам Как гениальный Так сказать Маркетолог И пиарщик Внёс лепту В то Что превратился В такую Значимую Суперзначимую Фигуру Вот поверьте Мне Ничего Подобного Так сказать Не было Ну Если перейти От 90-х К времени Настоящему Сегодня Коронавирус Такая тема Которая активно Обсуждается Какое влияние Эпидемия коронавируса В Китае Может Оказать На экономику Потому что Многие Вышли Статьи С заголовками О том Что коронавирус Бьёт И по мировому бизнесу И вот президент Сбербанка Герман Греф Он сказал Что существенное Значительное Влияние Будет от коронавируса На экономику Так же Считает В принципе И глава Счётной палаты Алексей Кудрин Что вы думаете Все очень просто Китай Это Огромный рынок Это страна С огромным населением Это еще Огромный рынок Рынок Который потребляет Энергоносители Рынок Который потребляет Металлы В общем Все то Что Производим мы Все то Что выкачиваем Мы своей Родной земли Матушки Все то На чем держится Экономика И наш Так сказать Суверенный рубль Вот Это все Потребляет Китай И поэтому Когда экономика Китая Чувствует себя Они хорошо Чихает Замедляется Падает цена На энергоносители В общем Грустим и мы И не случайно Если вы вспомните Кризис 98 года Когда собственно Происходили Драматические события Он начался В конце 97 Как раз На азиатских площадках Вот Поэтому У нас Экономика Российской Федерации Очень зависима Своих точек Роста нет Вот Мы полностью Зависим от того Как ведет себя Другие рынки С точки зрения Прекраса Энергоносителей Вот собственно Зависимость От коронавируса Ну коронавирус На ваш взгляд Это тоже история Мифологизированная И его влияние О котором пишут Оно переоценено Потому что часто Можно увидеть сравнение И высказывания врачей Которые Ну приводят Такой классический пример От гриппа Умирает гораздо больше людей Но традиционный грипп Не так пугает Потому что это знакомая история Вот Здесь тоже можно говорить О мифах Которые Больше влияют на экономику Чем сама болезнь Может быть Мне кажется Все таки Это связано Еще вы знаете С ростом Коммуникативных Возможностей Коммуникативных ресурсов Когда Очень развита Сеть Информационная И вся информация Которая В общем продается Покупается Она становится Гораздо острее Ближе И гораздо Привлекательнее С точки зрения Потребления И в этом смысле Я думаю Что например Лет 10-15 назад Информация Вот о подобном Родо Эпидемии Она бы не была Столь остро Воспринята Обществом Как нынче Потому что Об этом Говорят все Это хорошо Продается Вот И как известно Скандалы Расследования Это то На чем собственно Держится Так сказать Успех Многих средств Массовой информации Вот по поводу Экономической силы Китая И его возможного Лидерства На мировой арене Вы как-то сказали Что Видите все больше И больше Присутствия Представителей Из Поднебесной И что оно Нарастает Как снежный ком Насколько на ваш взгляд Вообще Велика вероятность Абсолютного первенства Китая в мире По-моему Я не знаю С времен Древнего мира Может быть Вот какое-то Абсолютное первенство Еще не давалось Никому Мы знаем Что Соединенные Штаты До недавнего времени Претендовали На гегемонию Экономическую Культурную Может быть Да Но мне кажется Что Пока Это только Теории И разговоры Но что правда В физическом смысле Мы Китай Ощущаем Везде Образно говоря Мы Толкаемся Локтями Не только В экономике Не только В спорте Не только В культуре Но и на улицах Да Причем на улицах Таких мест И городов И раньше Очень трудно Было увидеть Представители Поднебесной Я например Достаточно часто Бываю В Австрии И там Просто Зримо Происходит Увеличение Представителей Этой страны Это говорит о том Что все таки Население Огромное И оно Должно Где-то Появляться Вы также В одном из интернеров Говорили Что вас это Ну Немного Наверное Тревожит Потому что Все таки У Китая Это другая Ментальность Другая Культура И так далее Что Она идет В розни С той точки зрения Что это Новый Серьезный Вызов И я думаю Что Безусловно Человечество И Россия Должна К этому Приспособиться Что значит Приспособиться Это значит Готовить себя К какого-то Рода Изменениям Меняться Для того Чтобы Успешно Конкурировать Успешно Сотрудничать С этой Реальностью Не То чтобы Значит Прятаться Не то чтобы Отгораживаться И так далее Это просто Новый вызов Которому мы должны Готовиться Меняясь Сами В отличие от нашей Ментальности Которая Так сказать Привыкла В голову угла Ставить лозунг Не могу поступиться Принципами Вот здесь Возможно Так сказать Лучший вариант Это все таки Пересматривать Принципы И жить В новом мире Китай сегодня Является угрозой Для России Ну я не говорю Про военный потенциал А в целом Вот как такой Даже культурологический Ментальный И так далее Как Россия Относится к Китаю И должна Относиться Я думаю Что Угрозой Вряд не является Является Очень важным Вызовом Мне кажется Что если бы Я жил Скажем Где нибудь Благовещенский Я бы Гораздо более Компетентно И со знанием дела Мог ответить На этот вопрос Потому что Как мне кажется Там-то как раз Люди уже Очень хорошо Ощущают Этот вызов В скобках Угрозу И считают ли они Этой угрозой Мне кажется Что нет Они вот Насколько я знаю Считают это Одной из своих Важных возможностей С точки зрения Реализовать себя Там учатся Наши граждане В Китае Китайские граждане Учатся в России Происходит Товарный обмен Происходит Бизнес Обмен Культурный обмен Мне кажется Что вот это Является Так сказать Вызовом Но никак не угрозой У нас звонок Примем его Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Александр Да Александр Скажите пожалуйста Вот вы назвали Годами надежды 90-е годы Я прекрасно помню Эти годы Это просто Бандитские Грабительские годы Как только у вас Язык поворачивается Так говорить Вопрос у меня Такой Значит Вот Путин Сейчас Говорит Что приблизительно 70% Собственности Принадлежит Государству Вот приведите Вы как банкир Цифры Наверное Хорошо Знаете Ну например Газпром Какая прибыль У него И какой Процент От этой прибыли Поступает В бюджет Государства И скажите пожалуйста Второй вопрос Путин объявил Диафоризацию Почему эта Диафоризация Провалилась Почему провалилась Программа 2020 Конкретные вопросы Спасибо Да Такой эмоциональный Комментарь от слушателей Ну да Просто это одно Из распространенных Мнений По поводу 90-х Наверное Сказанных С личной историей И что можно В общем-то понять Масса людей А я человек Так сказать В общем Вступивший в 90-е Уже в очень зрелом возрасте И моих очень близких Товарищей Одногруппников Однокашников Не смогли принять Новые правила Не смогли принять Новое время И они Сильно переживают По поводу 90-х И критикуют Поверьте мне Гораздо более Жестче Чем человек Который Сейчас был с нами На связи С точки зрения Того Почему Проваливаются Все программы Экономические 2020 И прочее Я уверен в том Что Они проваливаются Потому что Мы не задумываемся О фундаменте На котором Должны осуществляться Эти программы А именно Состояние Общества А общество У нас сейчас Находится В состоянии Таком Аморфном Связано Это с тем Что У нас К сожалению Нет практически Политических Свобод Нет свободы Средств массовой Информации Нет свободы Информации Нет Независимых Судов Есть серьезное Усиление Роли Силовых Структур В бизнесе И в экономике Российской Федерации И Как правильно Заметил Товарищ Задающий вопрос Это Увеличение Доли И роли Государства В экономике Что Недопустимо Для Общества Которое Собирается Развиваться И конкурировать Поэтому Не выполняются Никакие Программы Среднесрочные Долгосрочные В том числе И программы 2020 С точки зрения Газпрома Я к сожалению Не очень Расслышал вопрос Речь шла о том Что там Прибыль И так далее И так далее Сколько идет В бюджет Сколько идет В бюджет Спросил слушатель От прибыли Ну Значит Надо иметь ввиду Что Я точные цифры Не знаю Да Но Как Газпром Роснефть И так далее Монопольные Компании Которые В общем От судьбы которых Зависит Так сказать Государство Как мы с вами Определили Это все Компании Которые торгуют Энергоносителями Главным источником Бюджета Российской Федерации Вот Но На них Как раз Долгосрочного роста Устойчивого развития И Раскрепощение Населения И Внедрение В сознание Бизнес Модели Нашего населения Чтобы они отвечали За себя Бравили на себя Ответственность За бизнес Не достигнешь Единственное Что достигнешь Это высоких зарплат У топ Менеджеров И менеджеров Этих организаций Сравнимых Абсолютно точно С подобными Компаниями За рубежом И содержание Футбольных клубов Которые Они Тратят Очень большие Деньги Вот собственно Что можно Достигнуть Но никак Не выполнение Программ Экономического Роста По типу 2020 Причиной Для изменения Конституции По словам Путина Он об этом Говорил в том числе Что это была Недостаточная Реализация Нацпроектов И он об этом Много говорил Вот эти Национальные проекты Их Выполнение Как может сказаться На экономической Ситуации В стране И может ли Их реализация Перезапустить Как-то экономическую Систему В отношении Нашей экономики Перезапустить Это значит Остаться В том же Самом Почти Стагнирующем Состоянии Потому что Собственно Чего у нас Рост был Большой Да он был Достаточно Высокий Во времена Начало После глубокого Падения Девяносто Восьмого Года Это было Связано Так сказать С Базой Низкой Ну во времена Когда Локоть Рукооборку Работали Касьянов С Путиным И тогда Были действительно Серьезные реформы Налоговые Антимонопольные И так далее Это давало Результат Тогда-то Родились Планы Что мы Должны Догнать Экономику Португалии Но сейчас Это все В прошлом И Безусловно Эти национальные Проекты Они наверное Могут На какие-то Доли Проценты В краткосрочной Перспективе Увеличить ВВП Рост ВВП В Российской Федерации Но это никак Абсолютно точно Не скажется На досрочном Стабильном Устойчивом Развитии Нашего государства И Что самое главное Мы не сможем За счет этих Национальных Проектов Догнать Развивающиеся Экономики И хотя бы Чуть-чуть Приблизиться К ним Сейчас сделаем Небольшой перерыв Потом вернемся И продолжим У нас сегодня На прямой связи Президент Альфа-банка Олег Сысуев Оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев На прямой связи С нами Сегодня президент Альфа-банка Олег Сысуев Здравствуйте Добрый день Еще раз Телефон у прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните И у нас есть звонок И мы начнем Эту часть программы Да, мы слушаем вас Здравствуйте Да, добрый день Ну вот я могу Рассказать эти года Потому что Пожалуйста, задавайте вопрос Мало времени Да, у нас очень мало времени Вопрос, пожалуйста Алло Подождите Почему вы сразу Перебиваете Вопросы как попка Что ли Поворота Я вам расскажу Как было бы Нет, мы не можем К сожалению Слушать ваши реплики У нас очень ограниченное Время для интервью Вот еще Андрей задает вопрос Ну в фейсбуке Это скорее реплика Но я ее зачитаю Жаль, но работа В такой структуре Как Альфа-банк в России Существенно сказывается На откровенности Олега Сысуева Работа на солидной Должности в России Означает, что Можно получить увольнение С должности За откровенные высказывания Это очень чувствуется На выступлениях Сысуева На радио Эхо Москвы Вот действительно так Как считает Ваш пользователь Ну мне Это первый упрек Который я слышу Честно говоря В России Я таких упреков Не слышал Ни от кого Вот И наоборот Даже мне говорят Иногда Ты, видимо, парень Что-то это самое Не то говоришь Нет ли сигналов Которые Тебя просят Сдерживать Так сказать Свои речи И эмоции Вот Поэтому для меня Это немного странно Вот Владимир Познер Как-то нам в интервью Говорил о том Что волей-неволей Иногда закрадывается мысль Что можно что-то не сказать Чтобы чего-то не вышло Он старается с этим бороться Вот на самом деле Вот этот Признак самоцензуры Такой соблазн Поддаться самоцензуре Никогда у вас не возникал Учитывая должность Учитывая статус И так далее Конечно возникал Конечно возникал Почему? Потому что Я являюсь лицом Который в общем-то Ассоциируется Большой организацией Где работает 25 тысяч человек И во многом Не во многом А в чем-то Мои высказывания Мои действия Мои поступки Они влияют На судьбу Этой организации Я не хочу Чтобы Этой организации В которой я уже работаю 20 лет Которая много чего Мне дала Я ей отдал Вот Чтобы у нас С этой организацией Были Так сказать Подорваны отношения Абсолютно точно Да Я конечно думаю О чем я говорю Но приходится ли Идти на компромисс Ну За который может быть Стыдно Или все-таки Такой выбор У вас никогда не стоит Нет Я поэтому И заработаю здесь Благодарен акционерам За то Что они мне Предоставили возможность Не испытывать Подобного рода Терзаний И Так сказать Наступать на горло Собственной песни Я думаю что В российском По крайней мере Той его части Которая меня знает Которая Интересуется Жизнью Общественной Такое Утверждение Присутствует Насколько банковская Система в России Сегодня устойчива? Думаю что Вот на точку На момент Даже может быть На горизонт Один-два года Это абсолютно Точная система Которая Не испытывает Фундаментальных Проблем Это система Которая Устойчива В силу того Что Думаю Руководители Центрального Банка Конкретно Персонально Эльвира Набиулина Они ведут Очень правильную Консервативную Политику Которую Полностью Как мне кажется Поддерживается Высшим руководством Страны И Еще вдобавок Имейте ввиду Что вот Резервы Которые удалось Сформировать Правительство В том числе Где министром Финансов Был Кудрин Силуанов Они помогают Нашей Вообще Финансовой Системе Страны Чувствовать себя Достаточно Степени Уверенно И не случайно Мы сейчас видим На наш рынок Приток В том числе Иностранных Денег И Надо иметь ввиду Что в российской Банковской Системе Как во всей Экономике Есть один Крупный Недостаток Это засилье Государственного Участия У нас Крупнейшие Банки Принадлежат Государству И это Признается Всеми В том числе И главой Центрального Банка Как большой Недостаток С которым С которым Надо Работать Вокруг Россия Политическая Потому что И в Латвии Мы это Наблюдаем Это связано С тем Какие Жесткие Меры Принимаются В отношении Банков Работающих С нерезидентами Речь В первую Очередь Идет О Постсоветском Пространстве На Россию Сильно влияет Вот это Давление Международное В том числе Американское И так далее Санкции Опять же Которые Мы уже Упоминали Ну Я буду Говорить За наш Финансовый Институт Мы Практически Перестали Работать С военно-промышленным Комплексом Как собственно И другие Банки В том числе И государственные Вы знаете Что для этих целей Был создан Специальный Банк На базе Промсвязь Банка Который Обслуживает Оборонную Промышленность Мы видим По Нашим Клиентам Что Они Не хотят Рисковать Долгую И не берут Деньги В том числе Длинные Для инвестирования В проекты В Российской Федерации Что говорит О том Что они Не ощущают Комфорта И Такого Представления Об устойчивом Развитии Нашей экономики В дальнейшем Надо иметь Ввиду Что все-таки Внешние рынки В достаточной Степени Для российских Денег Для российских Ресурсов Стали Закрытыми И это тоже Тормозит Нашу экономику Еще очень важная Вещь Что есть Определенные Ограничения К доступу К технологиям А это мне кажется Наиболее важная Сейчас вещь Если мы не будем Иметь доступа Современным Технологиям И не будем Быть Непосредственными Участниками Процесса Обновления Новых технологий То мы конечно Окажемся На обочине Вот результат Санкции А то что У нас на полках Появилось больше Отечественных Продуктов Питания Да это хорошо Но мы должны Иметь ввиду Что ограничился Выбор У потребителей У нашего Вот И вот это Вот есть Хорошо Или нет Я не знаю Сегодня банки Довольно охотно Предлагают кредиты Причем иногда Даже не самым Платежеспособным Мне кажется Россиянам В том числе И пенсионерам И вообще Известно Что согласно Статистике Доходы Населения Снижаются Неужели банки Уверены Что Им вернут Деньги На что это Вообще Рассчитано Ну Во-первых У нас существует Очень серьезная Многослойная Система Оценки рисков И уверяю вас Что Мы не подходим Вот Системой Прожить Один день Раздать кредиты Заработать Сиюминутные Какие-то деньги А там дальше Трава не расти Это совсем не так У нас есть Очень жесткая Система Оценки рисков У нас очень Есть жесткие Кредитные политики Которые позволяют Нам Или не позволяют Выходить за рамки Тех или иных Показателей Особенно В рознице И в этом смысле Мы очень пристально Следим За движением Этих рисков И за возвратностью Кредитов Да Мы видим Что Население У нас Не улучшает Своё финансовое Состояние И что Люди Не стали Жить Богаче Но тем не менее Сейчас Как мне представляется В связи с уменьшением Ключевой ставки Ситуация В этом смысле Выглядит Достаточной Степени Стабильна И я не Вижу На рынке Кроме Может быть Микрофинансовых Организаций Которые Вот Пытаются За счёт Высоких Ставок Собрать С населения Денег И раздать Ещё по более Высоким Ставкам Вот Таких пирамид Я не наблюдаю Хотя Может быть Из моего Окна Не всё видно Лучше видно Из окна Председателя Центрального Банка Но всё-таки Главной причиной Роста Задолженности Клиенты Эксперты называют Активность Самих банков Которые Предлагают Уже заранее Одобренные кредиты Не ведёт ли На ваш взгляд Это всё К такому Массовому Банкротству Знаете Ещё раз Повторяю Что у нас Очень серьёзная Система Оценки рисков Которой Я доверяю Это всегда Было Одним Из Фундаментальных Опор Нашего Частного Финансового Института Вот Есть ли Другие Банки Которые Пытаются Действительно Очень острой Конкурентной Борьбе За счёт Снижения Оценки Рисков Завоевать Долю На рынке Я таких Примеров Не вижу Может быть Они будут В дальнейшем Не знаю Чем на ваш взгляд Обусловлена Активность Россиян Брать взаим Это Просто кредит На жизнь Да Да Ведь Многие Берут Кредиты В том числе Чтобы Оплатить Ранее взятые Кредиты И мы Это видим Вот И пока Не хватает Возможности Жить По этой схеме Они будут жить А так Кредит Способность Населения Конечно И покупательная Способность Она падает 6.2.12 Сейчас Очень активно Мы вообще Не занимались Еще Два с половиной Года назад Ипотекой А сейчас Мы являемся Одними из лидеров Ипотечного рынка И видим Что это Очень перспективный Сегмент С хорошим Обеспечением И с хорошим Уровнем риска Но мы также Видим И то что Банки Перекупают Кредиты Друг у друга И готовы Снижать Проценты Еще раз Банки Перекупают Кредиты Друг у друга И готовы Снижать Проценты Должникам То есть Такая система Сейчас распространена В финансовой Банки Да Если это выгодно Мы продаем Некоторые портфели С сроком Проблемной задолженности Высокой Если это выгодно Мы покупаем Портфели Мы покупали Портфели Ипотечных кредитов Когда стартовали Мы продавали Определенный Днем Достаточно Длагосрочных Проблемных Кредитов Физическим лицам Да И такой процесс На рынке идет Но можно ли Говорить о том Сегодня Исходя из того Что мы уже Услышали Что Россия Все-таки Банковская Экономическая Финансовая Система России Выдержали Вот этот удар Который был По стране Нанесен именно Санкцией Думаю Что да Безусловно Это в меньшей Степени Затронуло Банковскую Систему Хотя Имейте ввиду Что В России Было 1300 банков А сейчас Чуть менее 400 В три раза Уменьшилось Количество Банков Российской Федерации Поэтому С моей колокольной Представители Банка Первой Пятерки Это Наценка А если Спросить Мнение Тех Кто Пострадал За это Время Они Видимо По-другому Вам ответят Можно ли Говорить о том Что Запад Пойдет На одну Из крайних Мер Отключения Российских Банков От системы Международных Платежей Эта тема Обсуждалась Ранее Сейчас Вроде Как Она Не стоит На повестке Дня Но Тем не менее Периодически Всплывает Может Такое Быть Ну Мне кажется Она Всплывала И Может Всплыть В результате Каких-то Наших Необдуманных Политических Действий Вы же Помните Что Это Все Было Связано С Какими-то Политическими Действиями Российской Федерации По Украине По Крыму И так далее Вот Я просто Очень хотел бы Чтобы мы Не раздали Подобного Рода Поводов Для Разговоров Или Чего Хуже Действий Подобного Рода Отключения От Международных Систем Ну Кстати О политике Вот Алексей Спрашивает У вас Олег Николаевич Может Ли Случиться Ваше Возвращение В политику При каких Условиях И в Какой Роли Нет Не Не Может Даже Если В России Вдруг Реанимируется Само Понятие Политика А сейчас На моем Я Убежден Что В России В таком Исконном Понимании Этого Слова Вот Не может Почему Потому что Я Думаю Что это Не произойдет В ближайшие Там 5-10 лет А Время идет И Несмотря на то Что Я еще Бегаю По футбольному Полю Я думаю Что Мне не удастся Бегать По политическому Полю С той же Степени Успешности Как это было В 90-х Годах Мы вообще Люди Другого Века И мы Люди Которые Интересны Себе Интересны Нашим Семьям Может быть Друзьям Но Не надо Заблуждаться Что мы Интересны Новому Поколению Оно Совсем Другое Мы Для них Не являемся Никакими Авторитетами Для них Авторитетом Является Новая Технология Новый Гаджет Представители Силиконовой Долины Представители Новой Волны Культуры И так далее И так далее Очень много Моих коллег Которые Думают Что мы Кому-то Интересны Да Вот Никому мы Неинтересны И это Надо Твердо Осознать Если Будет У нас Все Таки Открыто Политическое Пространство Если У нас Будет Реформирована Политическая Система Вы Не Представляете Какое Количество Молодых Интересных Ярких Людей Появится На небосклоне Политик Дорогу Молодым Ура Альфа-банк Ведь Если не Ошибаюсь С Юрием Дудем Заключил Контракт Он Рекламировал По крайней мере Некоторые Ваши Услуги Юрий Дудь Сегодня На Ваш взгляд Является Вот этим Голосом Нового Поколения Да 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 Конечно Да Абсолютно Точно Это Хороший Пример Он Является Представителем Поколения Он Является Наверное Авторитетом В каком-то Смысле Для этого Поколения Безусловно Несмотря на то Что он Затрагивает Очень серьезные Политические Темы И Беслан И Так сказать Сталинские Репрессии За что ему Большая Благодарность Вот Но он Делает это Языком Который Понятен Этим Людям Он сидит В позе Условно Говоря Которая Абсолютно Точно Приемлема Для этого Поколения Он сидит В позе Сыча Напыщенного Начальствующего Значит Президиуме За красным Бархатным Столом Обратно Говоря Вот Он Понятен Молодой Частью Населения Вот еще Об авторитетах Вы сказали В одном из интервью Что Считаете Главу Счетной Палаты Алексея Кудрина Именно тем Человеком К которому Скорее всего Прислушивается Владимир Путин Известно Что таких людей Немного Если они Вообще есть Потому что Точно мы Об этом Не знаем Да Потому что Их количество Уменьшается Это естественный Процесс Почему Потому что Когда человек Долго Находится На власти Он Начинает Прислушиваться Исключительно Только К себе Вот Это Природа Человеческая Ничего С этим Не поделаешь Вот Но Я думаю Что Предусловно Влияние Алексея Леонидовича С годами С месяцами Оно Подослабло Но все равно Мы знаем Что президент Российской Федерации Если иметь ввиду Экономику Является Ярко выраженным Представителем Либеральной школы И во многом Вот этого Устойчивого Представления Об экономике Что лучше Все таки Либеральная экономика В немалой степени В нем устоялось С участием Алексея Леонидовича Ну вам Как президенту Крупнейшего Одного из крупнейших Банков России Ведь приходится Взаимодействовать В том числе С российской властью Вот Насколько это Сложный процесс Сегодня Альфа-банк Вынужден Как-то Маневрировать Чтобы понравиться Условному Владимиру Путину Потому что Понятно Под Владимиром Путиным Мы уже понимаем Коллективное Такое понятие Да Я как раз говорил о том Что все таки Превалирует Такое Либеральная школа Экономики И она осуществляется На практике И я вижу Что для Большей части Особенно экономического Блока и правительства Администрации Президента Очень важно Наличие Частного финансового Института Очень важен Этот пример Успешного развития Частного финансового Института На территории Российской Федерации И я вижу Как этим примером Дорожат Представители Финансово-экономического Блока И они Относятся К нашим Акционерам К нашему Финансовому институту С большим уважением Не только потому Что они его Поддерживали Кризис Ровно так же Как крупнейшие Государственные Финансовые институты Но и с точки зрения Нашего представительства При решении И обсуждении Вопросов Касающихся Финансово-экономических Дел в нашей стране Ну вот вы упомянули Это как имиджевый момент Мне пришла в голову Такая аналогия Может быть вы с ней Не согласитесь Вот эхо Москвы Многие считают Той радиостанцией Которой позволено Говорить то что она говорит Именно по причине того Что всегда можно сказать Посмотрите у нас Есть свободная пресса Альфа-банк В какой-то степени Выполняет эту функцию В экономическом Ну про эхо Москвы Наверное соглашусь Но про Альфа-банк Я думаю Что все-таки Большая часть Нашей Представителей власти Она хотела бы Если эхо Москвы Вряд ли Власть захочет Чтобы превалировала В информационном поле Российской Федерации То думаю Что с точки зрения Присутствия Частного финансового Института Такого как Альфа-банк Увеличение его присутствия На рынке Российской Федерации В этом смысле Власть безусловно Она за то Чтобы это было У нас есть звонок Радиослушатель на линии Мы слушаем вас Здравствуйте Задавайте вопросы Здравствуйте Да Как вас зовут И делайте потише Радиоприемник Да Слушаем вас Георгий Подскажите пожалуйста Как ваша радиостанция называется Радиоболтком Вы позвонили на радиоболтком А вы как бы Как говорите О балтийских событиях Латвийских событиях Вопрос задавайте Уважаемый слушатель В интерактив Позвоните Можете претензии У нас есть много программ Где мы обсуждаем Латвийские события Да Спасибо Еще звонок Здравствуйте Как вас зовут Петр Да Петр Господин Сусоев Ответьте Насколько вы можете Правильно ответить Для кого И для чего Создана Росгвардия Я не сторонник Навального И радиостанции Дождь Но что то Ой для чего Значит Да Значит Я понимаю Что есть Уродливое лицо Тех кто должен Обеспечивать Конституционный порядок И мне кажется Что события Которые подошли Летом в Москве С подавлением Демонстрации Они меня как гражданина Как жителей Москвы Глубоко Оскорбили И я вроде как Должен восхищаться Вот этим Бравым видом Этим оснащением Этих молодцев Представителей Росгвардии Но они меня Вели в состояние Отвращения И я Стал очень Плохо Размышлять Про Росгвардию И мне кажется Что это неправильно Что я гражданин Ответственный России И так плохо Думаю О институте Который должен Защищать меня Еще звонок у нас Да Слушаем вас Здравствуйте Извините Александр Маленькое дополнение Да Александр Вы уже звонили Много звонков Все таки Мы вынуждены Как-то регулировать Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Сергей Григо Вопрос Господина Сусоева Жаль что Мне неполковник Уисаеву В совете Директоров Никита Хан Озвучил вопрос Точнее Инициатива была Подана Тракту Российской Федерации О передаче В конце Всего Водоснабжения Российской Федерации Французской компании Как вы считаете Вообще Такие инициативы Приемлемы Да Спасибо вам Я думаю Что это такая Какая-то Прям совсем Революционная Инициатива Да Скажу Своё мнение Достаточно Мне кажется Глубоко обдуманное Годами Потому что У нас есть актив Росводоканал И мы владеем Как раз На основе Концессии Водоканалами В достаточно Несколько Крупных городах Это очень Сложная Для России Система И я думаю Если у нас Будет успех С точки зрения Движения По участию Частного Капитала Частной Компании В управлении Во владении Жилищно-коммунальным Хозяйством Страны Для меня Это лично Будет Показателем Успеха Реформ Во всей экономике Российской Федерации Почему Потому что Это наиболее Чувствительная Тема Которая Приближена Максимальным Образом К населению И у нас Зачастую Очень сильное Влияние Не экономических Резонов А каких-то Общественно Политических Социальных В этой сфере И мы знаем Как тяжело Строится бизнес В этом смысле С установлением Тарифов И так далее Но вот Чтобы так вот Широким захватом Пускать сюда Иностранцев Во-первых Они сами сюда Не пойдут У Виоли У Газдефранс У них уже был Опыт Оперирования Здесь В том числе И водоканалами И они как-то Быстренько Отсюда Убежали Почему? Потому что Опять-таки Это сфера Которая Очень сильно Зависит От местных Политических Решений А там К такому Не привыкли И в завершение Вот вопрос О том Тоже пришел По интернету Спрашивают Как вы оцениваете Ситуацию В Латвии Учитывая Что банки Закрываются Борьба с легализацией Я частично Уже затрагивал Этот вопрос С вами Но вот Следите ли вы За тем Что происходит в Латвии Учитывая Что Латвия Достаточно Плотно связана С российскими Деньгами У нас есть Человек Который Очень плотно Следит За делами В Латвии Председатель Совета Директоров Альфа-банка Я кстати Был Буквально Осенью В Латвии Замечательная Совершенно Страна Замечательная Природа Замечательными Людьми Мне кажется Что Имеющая Гораздо Более Серьезные Перспективы Как это ни странно Мне показалось Прорваться В цивилизацию Вы знаете Почему? Потому что Я очень мало Видел Мерседесов Шестисотых На улицах Риги Для меня Это Показатель Того Что Все-таки Ситуация Лучше Чем в России Скажем В Москве Вот И Конечно Я внимательно Очень не слежу За экономикой В Латвии Я Вижу Как происходит Борьба На поле Там Русскоязычного Населения И прочее Прочее Вот Знаю Что есть Проблемы С точки Ирине Экономики Потому что Выкачивать Из недр Латвии По-моему Особо-то И нечего В отличие От России И это Тоже Является Как мне кажется Залогом Того Что Латвии Придется Искать И на основе Того Что там Есть политика На основе Того Что там Есть рыночная Экономика На основе Того Что там Нет Дурной Болезни Величия Вот Успех Будет Спасибо вам Что вы нашли Время Вышли в прямой Эфир программы Абонент доступен Президент Альфа-банка Олег Сысоев Был гостем Программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Спасибо До свидания